Всем привет! У нас с вами сегодня небольшой обзорчик из Leroy Merlin. Это Москва-Варшавское шоссе. Прям совсем небольшая поставочка. Часть осталась с прошлой поставки. Если так приглядеться, то пакетики будут с разводами от полива. Новая поставочка у нас в основном от JMP. Сейчас с вами посмотрим поподробнее некоторые сорта из них. Дэйд Риппер, наш пинг-понг. Небольшие такие разводы мутации цвета. Редко стало встречаться, но в основном только, скорее всего, их на JMP и остались производить. В общем-то, больше никаких садовников их, по-моему, больше и нет уже в производстве. Яркая такая, тем более со сплэшами. Интересно так выглядит. Ну-ка ей внимание уделили. Ладно, перейдем мы к этой орхидейке. Ну, также, наверное, только у JMP они остались. Большие ни у кого уже нет. На Сангрия. Отличные, конечно, горшочки. Все политые. Водичка там сейчас на дне прилавка. Алабастер. Вот есть такие сорта орхидей, из-за которых, конечно, такая вот приятная ностальгия по JMP. И вот алабастер одна из них, конечно. Белоснежная орхидейка с очень красивой губой. Я их поставил туда, где можно попить. Цвела на три цветоноса, но они отрезаны. Это проходит как микс, но она очень довольно-таки интересненькая. У нее листья с рисунком. Рисунок похож прям очень-очень на Хани. Вот. Прям даже и форма листьев такая же, но проходит как микс. Так вот, в общем-то, несложненькая такая в окраске. Кава Бьюти. Кава Бьюти у нас скрывается под неким вот таким кодом. Их было две. Такая прямо осенняя, да? Вот такая загогулинка. Это у нас Бабулетка считается. В общем, все, что не банит, то Бабулетка. Питали такие у нее, как ручки. Прямо ручки тянет, да? Ну, по крайней мере, мне так вот представляется, что как будто ручки. Да, Равелла. Любит они так вот мутировать. Бантики-бабулетки. Здесь уже посадка в торфяной субстрат. И это у нас поставщик Флобос. А так у них, кто это, даже не знаю, откуда они это тащат. Возит, точнее, да. Так, несколько, несколько похожих на скульптор. Три рядышком. Мои волосы оказались в кадре. И там у нас Роттердам давно стоит. Здесь еще. Вот какая гада. Какая мутация, да. А здесь вылез у нас кто-то из родителей. Вот прям на одном таком маленьком сегменте. Кто-то, интересно, вылез. И получился такой сплэш. Так-то цветочек у него небольшой. Такой прям плотный-плотный. И вот такой вот Пионер. Почему Пионер? Потому что красная губа. Без всякого неона. И красные сплэши от колонки. Правда, конечно, неончик там есть небольшой. Но вот такой вот. Такая вот Пионерка-комсомолка. Что нам с вами вот еще тут посмотреть. Вот такую пандочку можно. Все, конечно, невысокие. Все сантиметры так 40-45. По цене давайте цены. Вот эти маленькие 730 рублей все. На один цветонос GMP в районе 1000 рублей. 1080, что-то такое. Остались у нас на три цветоноса с прошлой поставки. Они 2 200. Ну, там была Lime Light. Мы ее не смотрели. И какие-то вот розовые. Так, парочка кустиков парфюмерной фабрики. Но перелита, залито. Корни пропали. В общем-то по такую цену. Все равно для фабрики, конечно, подарок. Тем более, что это 12-й горшок. И она прям взрослая. Это не мини, которая потом станет медией. Она потом будет прям большой-большой. И второй вот кустик такой же вот. Но пахнет очень вкусно. Лас-Вегас пара кустиков. Мы часто их смотрим. Ну, на этом все. Всем пока и до скорых встреч.